Телеканал КРТ представляет С выборов сняты все ключевые оппозиционеры и конкуренты Александра Григорьевича. Но Белоруссия – это правовое государство. Представительство было всего 0,5% в составе участковых избирательных комиссий. Была невероятная явка на досрочном голосовании. Она превышала все белорусские рекорды прошлых лет – 41%. А такая явка используется для контролируемого голосования. То есть это был один ресурс. В-третьих, избирательная кампания сопровождалась активной борьбой со средствами массовой коммуникации. То есть активно отлавливались администраторы пабликов в социальных сетях и в Телеграме. Но я думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы показать, что сама избирательная кампания была от них нечестной и выборы были... Смотрите, я полностью не согласен с товарищем, потому что он все, знаете, вокруг да около конкретного ничего. Давайте по кандидатам. Тихановский. Участвовал в незаконных... Такого кандидата. Есть Тихановская. Вы помолчите, пожалуйста, дайте мне закончить. Я еще раз повторяю. Кандидат Тихановский, но он не был зарегистрирован. Он же пошел как. Он даже кандидатом в кандидаты не был. Сначала, дослушайте сначала. Михаила, вылазка, Михаила. Он хотел стать кандидатом, но ему не дали, потому что он преступник. Почему ему не дали? Незаконные митинги нападал на милицию и нашли на даче 900 тысяч долларов у безработного блогера. Ну что вы рассказываете? Бабай Рико, бывший банкир, вывел, посмотрите, уголовное дело, вывел больше 200 миллионов долларов в Латвийский банк. Тоже вопросы. В Белоруссии, я хочу подчеркнуть, это правовое государство, это не Украина. Здесь не может преступник баллотироваться и стать президентом. Не может мародер Порошенко опять баллотироваться и иметь свою фракцию. В Белоруссии за все нужно отвечать. Довица, ну это ваша думка. Или дальше, вот говори средством массовой информации. Какие? Белсад, который находится в Варшаве, штаб-квартира. Кто им что запрещал? Сейчас вот, любой телефон имеет человек, снимай, что хочешь делать. Что он там сказки Венского леса рассказывает, что кого-то там ущемляли. Так, заразумила бы, ласка. Буквально пару слов по результатам. Мы видим, что Лукашенко власть удержал. Но при этом он серьезно потерял в легитимности. И, в общем, если говорить громко, да, если говорить так обобщающе, он потерял страну. И по поводу нарушений. Самое основное, каким образом появилась кандидат Тихановская. Да, мы там регулярно слышим, что она жарит котлеты, что она домохозяйка. Да, мы господарка так. Да, и ей вообще не надо никакой политики. И если мы поднимем сегодняшнее ее интервью по поводу того, что произошло ночью. Мы видим, что она растеряна, она испугана. Но она не знает, как диеты, да, складается такое выражение, да. Она не ожидала такой реакции. Все, что было до вчера, это было шоу. Это был концерт, это было походить на митинги, поагитировать, да, пообщаться с людьми. Да, очень красивая картинка. Она пошла на выборы, это не геройство, это глупость. А сегодня картинка закончилась. И вместо красивой картинки мы получили резиновые пули, мы получили светошумовые гранаты. И мы получили хорошо подготовленный белорусский ОМОН. Да, секундочку. Ой, я нагадаю, что у нас триваю голосование. Но тут вопрос, Ольга, до вас. Дивите, доброе, если мы получим, ну, в Белоруссии мы бачим эти все події, то насколько ей ответственно за эту ситуацию тоже, ну, альтернатива, та же Тихановская, да. Потому что, если читать официально паблики, они закликают людей выходить на улицу. Сегодня тоже, они закликают людей выходить на улицу. Тобто, при этом, насколько я понимаю, они тоже бачат тут небезопасность. Конечно. Но они закликают людей выходить. И сегодня тоже. Тобто, чимают, они тоже, ну, я не знаю, нести разом спільную ответственность за эту ситуацию. Ну, так то, мы еще про владу говорим. Они нести, конечно, не хотят. Изначально объединенный штаб, это было лицом объединенного штаба, было три женщины. Жена Цепкала, одна из участников штаба Бабарыка, и жена неудавшегося кандидата в кандидаты, Светлана Тихановская. Еще в четверг жена Цепкала исчезла. То есть вместо триумвирата мы получили уже доумвират. И в четверг наблюдалась определенная такая неуверенность двух оставшихся кандидатов. И что ему работы дали. Да, и вот эта вот неуверенность и неготовность к тому, что избирательная компания, это не только сама избирательная компания, это еще и ее последствия. Да, это ответственность. Правильно я понимаю, что вы чувствуете, что они не совсем есть политиками в этой истории? Они в принципе не есть политиками, потому что они не политики и не лидеры, они не готовы. Но они учатся, на вашу думку, или нет? У них нет времени научиться.